под чью дудку пляшет кировская госавтоинспекция так называется статья опубликованная на сайте наблюдатель онлайн ссылка есть в описании рекомендую прочитать в этой статье есть видео опубликованное на youtube видео называется круто в гибдд и сейчас вы увидите фрагменты из этого видео это видео кстати было опубликовано и в официальном паблике кировской гибдд в социальной сети вконтакте 11 ноября текст опубликован до сих пор а вот само видео уже удалено но давайте посмотрим это видео было снято по заказу гибдд с личного указания начальника управления гибдд у мвд россии по кировской области александра власова вот посмотрите что происходит действующие сотрудники гибдд в дневное время в ночное время с использованием служебного транспорта причем несколько единиц бегают за людьми по городу в общественных местах то есть просто расходуют свое служебное время они просто снимают какое-то натуральное дерьмо совершенно непонятное совершенно непонятным смыслом и целями здесь на служебной территории возле здания гибдд происходит настоящий и вот за всем этим кстати наблюдают действующие сотрудники гибдд которые несут службу эти реакции живые естественные и они полностью отражают отношения нормальных офицеров к тому что они увидели это стажу варка не замерзнет он сейчас согреется я чувствую что гибд превратили сейчас он где на капоте В конце фруточки чё за забрание? Да, 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 да. А здесь всё прямо ничё. Умёшь, что-то? Да, 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 да. С водой такие толстяки, да. Ну, давайте вымёте, выжигайшим буском, там постаново. Можут, кто, наверное, с домов. Взять, типа, надо, чтобы вылупали. Заезжайте, вот, поживаю. Четвертки. Четвертки. Не скукаешь? Не скукаешь? Не скукаешь. Сейчас там у нас квартир снимут. Показывается, занимается медом. Как Гласов сказал. Да, да. А это кто такой-то? Без труханов. Я, по-моему, стажёр. Я какой-то стажёр-то чё? Я не хочу вынасти. Не види, где среди... Зашел? Да. О, я это вон. Висит. То есть инспекторы ДПС в дежурке понимают, что такое просто недопустимо Просто недопустимо Они буквально охреневают от увиденного А Александр Власов считает это нормальным и прямо санкционировал сие действия Вообще, кировские гаишники матерятся, это знает вся Россия Вот был один капитан Таджибаев, который прославил кировской гаины всю Россию Смотрим За городом это бывает, садятся за руль Если вдруг возникает ситуация, когда им необходимо действительно управлять Да Пошел Объясню ему, что я хотел сказать Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал? Я думал, что я уже Ты думал? Я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано Ты выполняй пока, вот думать будешь, когда научишься Я думал Возвращаясь к ролику Оказалось, что этот ролик был снят специально для КВН Было ограничено движение То есть стоял специальный служебный автомобиль на въезде на территорию Чтобы никто не мог туда въехать, чтобы не помешать процессу съемки Здесь сложно понять, доволен Александр Власов или недоволен Но то, что он является прямым участником событий, это очевидно Пока начальник Кировской ГИБДД Александр Власов и личный состав развлекаются на съемках клипа В реальности ситуация с безопасностью дорожного движения в Кировской области выглядит следующим образом Больше 30 аварий с тремя погибшими, и это только за ноябрь в Кирове участились ДТП с участием пешеходов Только за сегодняшний день произошло 4 наезда на пешеходных переходах города В одной из этих аварий пострадал ребенок Вместо того, чтобы принимать реальные меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения Инспекторы отдела по пропаганде проводят совершенно абсурдные акции Раздают шарики, проводят какие-то собрания с плакатами Устраивают какие-то автопробеги с учебными автомобилями Вот скажите, как вот эта акция может повлиять на состояние безопасности дорожного движения? Ну, ответ очевиден, никак Это чистой воды показуха и подмена реальной деятельности видимостью Но выпускать в небо шарики и устраивать автопробеги Это не единственная глупая и абсурдная акция отдела по пропаганде В день Святого Валентина инспекторы останавливали автомобили для того, чтобы поздравить водителей с Днем Святого Валентина Сегодня госавтоинспекция города Кирова проводит акцию под названием Праздничный патруль с любовью к ПДД Подведя итог мероприятия, мы смело можем сказать, что водители и пешеходы оказались очень доброжелательны Меня поражает, почему никто из водителей не подал жалобу на абсолютно незаконное действие инспекторов в прокуратуру Вот очередная показушная акция для картинки Это известный зрителям моего канала инспектор ДПС Алексей Сафонов, также известный как Рейнджер Он остановил мотоциклиста, который двигался во встречном направлении и вынудил того пересечь две полосы для встречного движения Инспектор ДПС Алексей Сафонов увлекается охотой и особенно рыбалкой Вот посмотрите, как Алексей Сафонов рыбачил на реке Вятка Следователи Первомайского района возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД Они подозреваются в незаконном вылове рыбы сетями Инцидент произошел в черте города на реке Вятке Полицейские плыли на лодке и выбирали сеть, а затем их заметили сотрудники охотнадзора Подробности в следующем сюжете По информации охотнадзора, пластиковую лодку с мотором они обнаружили напротив речного порта В ней сидели двое мужчин и подросток На съемке видно, как один из мужчин достает из воды сеть Сотрудники охотнадзора предположили, что это непростая браконьерская снасть Даже это может и не китайка, не знаю Даже точно не китайка, какая-то путная сеть Короче, профессионалы какие Чего у них метров сто, наверное, сеть-то или что-то Борцы с браконьерами подъехали к рыболовам и попросили достать сеть из воды Позже выяснилось, что в лодке находились сотрудники ГИБДД Уголовное дело было каким-то непостижимым образом прекращено Полагаю, что к прекращению уголовного дела причастен родственник Алексея Сафонова Судья Кировского областного суда Владимир Маркин О каком профессионализме инспекторов ДПС можно говорить Если даже инспектор по пропаганде Кодекса административных правонарушений Российской Федерации Не в состоянии правильно назвать закон, о котором он говорит В то время, как Александр Власов увольняет профессиональных, порядочных, честных офицеров Остаются бестолковые инспекторы вроде этого Вы читать-то умеете? Ведь у вас среднее образование, оно у вас есть Смотр, у меня вопрос, заметьте, я сейчас не скрабляюсь, у меня вопрос, вы тупой Родовиков, как дела? Как ощущения? А? Вот так проигрывают сотрудники полиции и убегают Это п***ец, чё в гей превратили? Пожалуй, и добавить нечего Этот инспектор очень точно описал происходящее ныне в ГИБДД Кировской области Я обратился к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву С просьбой дать оценку действиям начальника УГИБДД МВД России по Кировской области Александра Власова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова